Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Ачараев Эрни Владимирович Тахумени Урангсе. Так, недавно узнал, ну как недавно, в прошлом году. И второй еще со мной работает отец Ачараев Владимир Эрни Ильич. Я Эрни Владимирович, а он Владимир Эрни Ильич. И братья приходят, помогают тоже мне. Был момент такой, мы сидели без работы очень долгое время. Ну, сам я кровельщик и плотник. Ну, отец меня научил самолучками. Мы долгое время работали по крышам. Потом года два, наверное, у нас затишье. Ну, до сих пор, в принципе, таких заказов нет. Вообще без работы сидели. До Царены я ходил до Ламы, до Бакши и спросил у него, что-то, как там, дорогу открыть. Он говорит, а что будешь делать? Я говорю, ну, не знаю. Ну, сделай, говорит, что-нибудь калмыцкое, народное. Может быть, получится. Люди будут разбирать. Ну, тут у нас небольшой спор пошел. Потому что вряд ли денег нет у людей, там, так и так. Ну, ты, говорит, попробуй. Все равно, говорит, без дела сидишь. Ну, и вот начал. Царен помог мне немножко. Ну, как не немножко, хорошо помог. Вот. Купил мне материал, чтобы я мог заниматься. И вот купил материал и начал делать потихоньку все. Юрта айратская состоит из, сейчас скажу, терме. Это стена. Решетка. Это не до конца собрал я. Ну, вот он, примерно вот такой вот. Соединение от 7 до 12. Видел 15. Это я видел у казахов. Соединение. Вот эти вот, из которых крепление. Использовались полоски кожи. Ну, я использую синтетику. Причинение того, что она дешевле. Ее можно просто приобрести. А кожа, она дороже. Ну, в принципе, с ней работать надо. Подготовка. Вот это называется терме. Решетка. Она вот так стоит. Видно, да? Да, да, конечно. И это сборная. И потом раздвигается. Потом идут унины. Ну, вот эти унины у меня первоначальный вариант. Я их очень много заготовил. Очень не обработаны. Унин. Почему у колмыцких герр-юрт крыша высокая? Потому что у них унины были длинные. А от 2,5 и больше. Вот это называется унин. Потом идет круг. Дымоход. Харачи. Пускай будет он получше. Вот он. Харачи. Ну, здесь же вот сам вот свод в виде круга. И наверху идет цагрык. Вот это называется перекрытие цагрык. Ну, как я понял, как мне объяснили, то, что у калмыков было всего лишь 4 рейки. Вот это. Две здесь и две здесь. А это мое чисто. Добавка моя. Ну, дальше идут крепления. Сами веревки или полоски кожи. Ну, и сама дверь. Видеем? Вот они. Двери. Видеем? Вот, в принципе, это основные части айратского агер. Сейчас на данный момент уже хорошо работаю шестиметровыми. То бишь, уже набил руку на шестиметровых. В планах десятиметровых. Восемиметровый уже сделал. Делал. Ну, точнее, сделал. Теперь в планах у меня десятиметровый юрт. Вообще, я хочу себе есть участок у сестры. Там она дает мне, что я там построился. Ну, отдельно жил. Там хочу я поставить двенадцатиметровую юрту. Двенадцатиметровый гер, ну, с евроремонтом имеется. То есть, подсчитал по деньгам. Она дешевле намного уходит, чем построить обычный дом. С видом утеплением все уже договорил. Ну, как не договорился, а просто созванивался, узнавал цены, как пересылает сюда, какие у нее характеристики у тех утеплителя. Я-то использую межтышка. Ну, этот, современный утеплитель. Он называется холофайберстрой. Очень многие в интернете у меня спрашивают, какой ты утеплитель используешь. Ну, я пишу холофайбер. Они говорят, интересуются, как он себя выглядит, что он себя представляет. Так вот, говорю, то, что он называется холофайберстрой. Он так и называется холофайберстрой. Бойлок, да, очень дорого. Я перед тем, как начать, тоже обзванивал не только здесь, в Калмыкии. Ну, здесь в Калмыкии у нас толком не производят его. Кто-то производил, но уже не производит. В других странах, фу, не странах, а вот, да, регионах тоже спрашивал. Есть, но очень дорого. Чересчур дорого. Вот сейчас, на данный момент, который продают юрты монгольские, которые можно приобрести в Монголии, там, 150, 6-метровая юрта выходит на 150 или 180, в зависимости от росписи, украшений, там, как она сделана. и вот считай, на эту сумму уберите 40 тысяч рублей и все остальное это идет Ишкя, грубо говоря, вот так. Очень дорогой. В Монголии он дешевле, а здесь, в России, идет наценка. Получается, стоит строить, надо будет рублей 700-800, а тут ты можешь поставить Ишкя, за 80 тысяч, да? Да. И потихонечку построить родный дом. и у тебя еще Ишкя останется как символ твоей принадлежности нации, да? В принципе, можно еще, в принципе, еще можно поставить короче, у меня очень много планов разработал вообще по использованию Ишкя. Сделать небольшой домик, 6 на 6, и к нему уже Ишкя приделать, как дополнительные комнаты, переходы сделать. Тоже очень дешево. Это один из вариантов, это я могу просто предложить жителям Калмыкии, это как один из вариантов, и он очень дешево ходит. Зимнее время, он, ну, я, когда, как раз я первую юрту, ну, уже удашися имеется, которая уже не падала у меня, не косилась, ничего, она у меня получилась в зимнее время. Не у меня, а у нас с отцом. И мы с отцом решили проверить, естественно, все-таки, прежде чем продавать товар, мы должны проверить, что да как. Ну, выставили зимой там, на улице, расстелили все и поставили. ночевать я там не ночевал, честно, ночевал я уже летом, только. Видео вот как раз я выставлял в ВКонтакте и Фейсбуке. Ну, вот там не ночевал, но мы проводили, как сказать, небольшие эксперименты. Замеряли температуру на улицу и замеряли температуру внутри. Без обогревателя внутри на перепад температуры был где-то на 6-7 градусов. Звонил, как он, также через Фейсбук, узнавал в других регионах, в Казахстане хорошо распространено, в Монголии хорошо распространено вот эти юрты, места и жилищ. Они, в принципе, говорят, ну, не сильное отличие. У нас перепад температуры где-то 10-12 градусов. В принципе, говорят, у тебя нормально. У меня вот 7-8, а там в облачной имеется 10-12 градусов. Если вот на улице, допустим, минус 24, в Бишке, если нет обогревателя, там будет 12 градусов, минус 12 градусов. То бишь, вот так тепло держит хорошо. Ну, а если там поставить печку, естественно, то все будет нормально. 6-метровый гер, в принципе, рассчитан на молодую семью. Муж, жена и 2-3 ребенка. Вполне. Одну, как по-калмыцки деле, то, что одна половинка мужская, другая женская. В принципе, так не получится сейчас в современном. То есть, имеется в виду одну половинку отдать детям. Даже не одну половинку, а там четверть половинку выставить. Тоже проекты делал про это. И четверть под спальню. Спальня детям, спальня молодожженным. И основное помещение это как студия и кухня получается. Бойлок все равно. Бойлок, он есть бойлок. У нас бы кто-нибудь хорошенько производил бойлок. Правда, не продавал такой цене, как в России продают. Было бы вообще отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.